Здравствуйте, мои дорогие гости, зрители и подписчики моего канала, канала Обзорно и Зазорно. Я благодарю всех тех, кто подписывается на мой канал, всех тех, кто пишет мне комментарии, конечно же, всех тех, кто ставит мне лайки и просматривает мои видеоролики до конца. Всем огромное спасибо! Меня смотрят без подписки более 70% зрителей, поэтому, если вам не трудно, нажмите на колокольчик, пожалуйста, и подпишитесь на мой канал с тем, чтобы быть в курсе моих новых выпусков. Вам не сложно, а мне приятно. Спасибо всем заранее. Ну, а мы переходим к Колесниковым. Колесниковы, как я уже и говорила ранее, зашли в магазин, где скидка на одежду 50%. И Леша очень обрадовался этому факту, хотя ему, в принципе, надо выбирать обувь, а не одежду. И вот пошли они, Настя, выбирать обувь. Ботиночки, Леша говорит, не сильно тёплые и не сильно высокие. Вот так, не сильно высокие. Не очень, а не сильно высокие. Не очень тёплые, а не сильно тёплые. В общем, ходят, выбирают, выбирают. И я думаю, блин, вы пришли за сапогами. Вам нужна зимняя хорошая обувь. Тем более, у вас там такие высокие сугробы наметают. Почему вам не купить сапоги, а не ботиночки? Ну, Леша как будто бы меня услышал и пошли они дальше искать сапоги. И Настя, вы знаете, слава Богу, уже без этого рюкзака. В прошлый раз, когда они зашли в магазин, Настя была в куртке своей земли. И ещё и в рюкзаке. И Лёша даже не подумал о том, что рюкзак можно в руки взять. Или, в конце концов, просто его оставить где-нибудь, не знаю, на банкетке какой-то в этом магазине. Или, я не знаю, как-то надо облегчить было задачу Насте. Представляете, мерить обувь, надевать её, снимать её, выбирать. И всё это с этой ношей на спине. Мы сейчас видим, что Настя вроде уже без этого рюкзака, ей полегче. Ну, и нашли они, наконец-то, вроде как обувь. И Лёша говорит, надо брать обувь такую, чтобы была с запасом. То есть, на полразмер или на размер больше, чем надо. Чтобы, мол, носки были тёплые. А я-то посмотрела на Насте и так, поверх колготок, надеты то ли гольфы, то ли носки тёплые. Интересно, а что же ещё надо надеть? Ещё более тёплые носки, ещё одну пару. Странно как-то. Лёша не видит, во что одета его дочь. Но хорошо не купили эту пару обуви. И дальше Лёша нашёл интересную такую модельку. Пересмотри, с ушками. Действительно, на сапожках как будто бы вот зайчик. Ушки зайчика и сзади хвостик зайчика. Очень интересно. Такой прям пушистый-пушистый такие нашлёпки на сапожке. И пока они брали примерять, уже как-то вот красота вся упала с сапожка. И Настя, и Анжела его подняла. Лёша говорит, ну что уж такое, уши отваливаются. Ну, действительно. Вот. И Настя мерила-мерила, вроде как ей понравилось. Стали брать. И тут Анжелика заявляет. Папа, мне нужна шапка. Думаю, обалдеть. И не боится папе такое сказать. Знаю, что папа очень и очень стеснён. Как он всегда, он говорит. В средствах. Но любимой дочери, в принципе, Анжелика и Дарина всегда на особом счету у колесниковых старших. Поэтому, наверное, не побоялась. Как раз тут были шапки рядом. И стала Анжелика выбирать себе шапку. Выбирала, выбирала одно, второе, третье. В общем, что-то ей не подошло. Что-то не понравилось. А то, что подошло, то не нравилось Алексею. Короче говоря, он выбирает шапку. А в это время Настя пытается всё-таки понять, нужна ей эта обувь с ушками или нет. И всё-таки решил, говорит, папа, берём с ушками. Ну, наконец-то. Определились. И Лёша говорит, вместо того, чтобы ты, взрослый человек, ты проверил бы всё. Всю фурнитуру. Как она там вся, эта фурнитура держится? Нет. Он говорит, я пошёл шапки выбирать. А ты, мол, сама посмотри, как там всё крепится. Надёжно ли? Ну, как может быть надёжно, если при тебе только что-то упало, отвалилось, считай. Но потом выяснилось, что просто оно там как-то пристёгивается. И при желании можно это всё дело отстегнуть. Ну, думаю, удобно. Лишь бы оно не отстегнулось вот так вот просто само по себе, как сейчас. И не отвалилось бы где-то по дороге. И так, в принципе, очень даже интересный вид. И решили брать эти сапожки. И вы знаете, Анжелика пока выбирала шапку. Лёша тоже пошёл в шапочный отдел, к шапочному разбору практически. И перелопатил, конечно, по своему обыкновению все шапки. Но там не витрина такая, как корзина была, что ли. Или в этой корзине много шапок. Он смотрит на шапку с козырьком по типу кепки. И говорит, это непонятные бубоны. Показывает на козырёк и говорит, это непонятные бубоны. Он мне очень понравился. Иногда оригинальность Лёши зашкаливает. И тут же добавляет, как кепка. Козырёк обозвал бубоном. И то бубоном, а не бубоном. В общем, это Лёша. Это Лёша. От Лёши можно ожидать всё. Ну и дальше он с Настей ходит выбирать шапку. Выбирают, выбирают. Так ничего и не выбрали. И решили, что Настя с Анжеликой когда будут в том магазине, в котором они пережидают холод, когда ждут свой общественный транспорт, чтобы добраться домой после школы. Их же там магазинчик приютил. Говорит, там в том магазине есть шапки. Ты посмотришь там себе шапку, скажешь, приедешь домой, скажешь, сколько она стоит. Мы тебе дадим деньги и ты поедешь купишь. Всё очень просто. Представляете, аттракцион невиданной щедрости. Что с Алексеем? Или это у него там перед днём рождения его каждый раз такой аттракцион невиданной щедрости? Что произошло с Лёшей? Просто интересно. А дальше вообще меня поразило. Они шли по магазину и увидели тапочки. И вдруг Лёша говорит, тапочки маме не надо? Думаю, хорошо, что я сижу. Боже, боже, боже. Упало бы, наверное, если бы я стояла, когда я это услышала от Лёши. И стали они выбирать тапочки. Там были такие все с открытым носком, с носиком таким открытым. А Настя говорит, маме надо с закрытым носом. Ну, хорошо. Стали они искать с закрытым. Нашли всего одну пару. Размер слишком маленький оказался. Или слишком большой. Не знаю. В общем, не подошёл Свете размер. И я так понимаю, что теперь Света тапочек не увидит. В принципе. Долго не увидит. Она бедная туфля ждёт с каких пор. Теперь вот тапочек она не увидит. В общем, бедная Света. Обуви ей не видать. Ни для дома, ни для улицы. Ну, вот. И, наконец-то, Лёша говорит. Тёплая обувь. Что ещё нужно для счастья? И рассчитывается за сапоги, которые купили Насте. Всё. Настя счастливая. Лёша счастлив. Всё у всех хорошо. И выходят они из магазина. И пакет с обувью в машину кладут, естественно. Анжелика хочет сесть с другой стороны в машину. А Настя с противоположной. А Лёша говорит, пакет оставляйте, и мы идём в магнит. Думаю, вот это да. Что случилось с Лёшей? Что же за день такой непредвиденных трат? Как бы у Алексея не было сердечного приступа. Столько растрат в один день. Ещё и в магнит. Ещё Анжелике шапку обещает. И, может быть, когда-нибудь в Свете тапочки домашние перепадут. Что случилось? Да и сапоги тёплые вот купили Настя. Что-то с Лёшей не то. И он был очень доброжелателен сегодня. Так вот он. Не гавкал, не рычал, не нервничал. Вёл себя достаточно прилично. И где-то улыбался. Девочкам где-то с ними шутил в магазине. Я так думаю, потому что рядом была Анжелика. Если была бы одна Настя, была бы та самая история, что и с Виталины, когда они куклу ходили выбирать. Вот. И идут они в магнита. Девочка страшит, папа, зачем мы туда идём? Он говорит, красную или чёрную икру купить. Посмотрим, какая будет дешевле. Притумал и купим. Кто-то говорит, две баночки. Он говорит, нет, одну. Ты же знаешь, какая она дорогая? Ну да. Подумалась мне. Конечно, дорогая. Когда у вас красная рыба на столе и всякие другие деликатесы. Ты не говоришь, смотрите, как это, мол, всё дорого. Нет, они у вас просто есть. Или какие-нибудь экзотические фрукты. Ты не говоришь, о, как это дорого, как мне пришлось долго работать, чтобы вот это всё заработать. Нет. Потому что всё это стоит копейки там, где ты это всё берёшь. Если вообще не бесплатно. Ну, а тут они решили взять прям, ну, с нормальной срокной годности баночку икры. А для чего? И тут я второй раз чуть не упала со стула. Думаю, надо же. Маме оказывается. Я думала, Лёшик, он на день рождения это всё делал, так, чтобы бутыброды с укрой сделать. Нет. Оказалось, это маме, чтобы организм восстанавливался. Ведь красная или чёрная икра, они очень полезны. Представляете? То ли у Лёши переоценка ценностей какая-то произошла, то ли, не знаю, луна в козероге. Но что-то с Лёшей не то происходит. Что-то не то. Посмотрим, как будут дальше события развиваться. Но пока Лёша меня приятно, конечно, удивил. Не ожидала я этого. В принципе, я всегда знала, что Лёша намного более щедр, чем Света. Света там вообще разговора нет, и речи нет о щедрости. Но чтобы вот настолько, я просто не ожидала этого. Приятно меня удивил Лёша. Вот таким вот получился у меня обзор влога семьи Колесниковых. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока и встретимся в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok